Подарок, который ты выбираешь сам. Что может быть замечательней? Виктория сразу приметила красивый розовый портфель, а внутри него нашла целый школьный клад. Альбомы, карандаши, цветую бумагу и массу других нужных вещей. Видишь, какой красивый пенал, да? Вика, тебе нравится подарок от Металлургов? Да. Мне что-то им надо передать от тебя? Огромное спасибо. Вот умница! Давай я тебе за это пашу руку. Вот молодец! Новенькому ранцу рада будущая первоклассница Ксения, у которой есть старший брат и две младших сестры. А еще у нее есть хобби. Девочка прыгает в длину и уже принимает участие в соревнованиях. Папа и мама гордятся успехами дочери. Уверены, что подаренный портфель принесет ей удачу в учебе. Такие красивые даже пенал, рюкзак с ортопедичком позаботились о здоровье нашей дочери. Поэтому скажу большое спасибо Металлургам, в частности УМК. Я очень доволен, что есть такой комбинат и сделал нам прекрасный подарок. В семье Пешковых пятеро детей. Самый старший студент, младший ходит в детский сад. Средняя Эвелина перешла в шестой класс. Современный и нужный подарок от Металлоинвеста – отличная подспорья многодетной семье. Мы неоднократно уже получали ранцы. В том году у нас была тоже первокласска. Получали ранцы. Хорошая помощь нашей семье. Мы довольны. Я знаю, что УМК много оказывает. И дошкольным учреждениям, и школьным. Большое им спасибо. Ребята постарше с удовольствием примеряли обновки. А малыши-первоклассники с любопытством изучали пока еще непривычный вместительный рюкзак, рассуждая вслух, где будет лежать пенал, где тетради и учебники, и в каком отделении лучше всего носить воду и сок. 22 многодетные семьи получили полезные подарки от Металлоинвеста и управляющего директора УМК Николая Шляхова. Металлурги поддержали восьмую по счету акцию «Вместе в школу детей соберем». Ее цель – привлечь внимание представителей малого, среднего и крупного бизнеса к нуждам многодетных семей. А их в округе более 1800. «Мы рады, что сегодня к нам пришли металлурги. Они это делают регулярно, каждый год. УМК принимает участие в этой акции. Это очень существенная помощь, потому что она комплексная. Не только канцелярские товары, но и сумки, рюкзаки. Это большой вклад для семейного бюджета, особенно тех семей, которые собирают в школу не одного школьника, а нескольких. Поэтому мы за это очень благодарны». 1 сентября – дата официального завершения благотворительной акции, но она продолжится. Представители соцзащиты будут по-прежнему принимать от населения бизнесменов игрушки, канцтовары и все то, что может стать полезным для многодетных семей.